Дмитрий Бадаев Александр Ганины, но я все-таки попытаюсь. С кем-то мы уже знакомы, с кем-то виделись, так как мы проводили свой семинар год назад, ровно практически, в ноябре в Мариоте. С этого времени ничего не поменялось, мы также продолжаем делать один из самых лучших в мире ламинатов, вот уже 35 лет. В продолжении своих слов хотел бы показать вам небольшой ролик. это промоушен на 2015 год то есть под девизом этого ролика мы выходили вообще в новый год и презентовали этот ролик и вообще все что с ним связано и с продуктом, такой элемент философии презентовали сначала на выставке в Ганувере далее на Мосбилд поэтому сейчас что мы сделали Копенгайдинг город-миллионник миллион двести населения в этом городе находится один из самых проходимых железнодорожных вокзалов в Европе сто тысяч человек проходят каждый день через этот вокзал мы взяли продукт Public Extreme это 34 класс и постелили его на входной зоне и По этому полу прошло полмиллиона человек. Мы вырезали часть этого пола и привезли на выставку. Сначала в Ганновер, потом у нас стенд был на МОСБИЛДЕ. Ну, если быть точным. Забыл. Домотекс, Сартплей, помню. Уже не помню. Батимат в этом году был. Я дам вам посмотреть вот этот образец. Это как раз тот самый пол, по которому прошли полмиллиона человек. Можете посмотреть? Пощупать. Что? На базе пол-бери мы создали с элементами этого пола, который был там использован, такие же стенды. В Большой Медведице и в Калейдоскопе. Я касаюсь ламината, потому что до этого года наш фокус был, в принципе, сосредоточен на производстве продукта именно в этом классе. То есть мы выпускали ламинат с 79-го года, являясь родоначальниками изобретателя ламината. То есть компания Перга, на тот момент Бирстроп, в 79-м году изобрела ламинат. Ну, это несколько слов об истории. То есть ламинат Перга, это, в принципе, оригинал. Сегодня бы я хотел свое особое внимание уделить нашей новинке виниловым полам. То есть даже, знаете, как правильнее будет, модульному покрытию класса люкс. То есть мы не хотим, знаете, даже слово немножко, винил, сторонимся от этого слова. Потому что этот продукт от винила в классическом понимании отличается очень сильно. Мы сделали шоу-флор. После презентации или когда будет время, вы можете его посмотреть. У нас вот шоу-флор выстелен в задней части салона. Вот как раз, да, девушки из последнего ряда, вы на него смотрите. Там 9 дизайнов, классическая планка и 3 дизайна в широкой планке. Называются тайл. То есть потом посмотрите, зададите вопросы. Сейчас как бы не буду там углубляться в дизайн. Какие бы основные черты и основные критерии хотелось бы отметить? Модульное покрытие под маркой Перго изначально создавалось, так скажем, для того, чтобы, извиняюсь, сейчас начну, лучше по-другому, разбился чуть-чуть. Так скажем, производство задумывалось изначально, дабы делать стабильный продукт. Потому как вообще плитка у нас пошла с того момента, когда производители ПВХ начали продвигать линолеум, как нарезанные плитки. Но здесь есть, как сказать, несколько минусов, потому как производство по этой технологии, оно вытягивает в рулоны вот этот ПВХ, и продукт получается с внутренним преднатяжением. Наш продукт, он исключает эти свойства, поэтому он стабильный. Если знаете, что ПВХ-плитка боится температуры, то есть наш продукт выдерживает температуру, прямые солнечные лучи и так далее, до 60 градусов и остается стабильным. Второй момент, мы не используем пластификаторы, то есть это фталат, который в Европе признан вообще канцерогеном. Он накапливается преимущественно в детском организме, поэтому как бы в Европе он запрещен, вот эти продукты. У нас он продается, да, но мы не используем фталат, поэтому эмиссия летучих веществ у нас практически отсутствует. Мы используем натуральные материалы, это мел, мы используем дополнительный слой, который придает дополнительную стабильность, это стекловолокно, вот, продукт 42-го класса, ну, цифрами сильно грузить не буду, потом спросите у меня, кому это интересно. Вот, очень стабильный, качественный продукт. Еще немножко, пару слов о продвижении. Мы эксклюзивно представлены в Полбери, у нас единая рекомендованная цена на всю Россию, получается, 2495 ценник, то есть это гарантирует то, что, как сказать, у нас очень жесткая политика по соблюдению рекомендованных цен, то есть там из Новосибирска люди в Москве не будут заказывать, потому как от Москвы до Владивостока единая рекомендованная цена. Плюс гарантированный заработок, обеспеченный вам, потому как наш основной фокус, что ламинат, что винил, это прежде всего дизайнерский канал. И здесь какие вопросы возникают, я готов подключаться, то есть мы в коммерческом сегменте имеем определенные амбиции, да, это с ламинатом 33-го, 34-го класса, который, смею заметить, имеет пожарный сертификат КМ-2, которые, ну, я не знаю, какие производители, один-два производителя могут похвастать их. Сейчас готовятся сертификаты по винилу, такое же. Поэтому, you're welcome, так говорится. У меня, в принципе, все. Если есть вопросы, можете их задать. Вот кто-то спрашивал у предыдущего выступающего, у Саши, то, что боится ли воды, не боится ли воды, да, если затопит. Я хочу сказать, что модульное покрытие виниловое, оно не боится воды абсолютно, то есть стопроцентная гарантия есть от затопления, даже если затопить, с ним ничего не будет, потому как здесь исключена причина, да, которая реагирует на влагу, то есть дерево. Здесь дерева нет. Этот продукт полностью сделан, как бы, искусственно. Можно я положу? Да. Обычно ПВХ-плитку закладываем на балконах, типа агрессивная среда. Практика показывает, что слабый момент не в самой ПВХ-плитке, а в клее, в клее, в основании. Когда вот все там преднатяжает, а то осудает. Да, важный момент, коллеги, я не сказал, что у нас замковая плитка, и она стелется по такому же принципу, как и ламинат, используя специальные подложки. Да, то есть я, видимо, просто прошел. Да, с теплым полом также используется, но опять же, требования стандартные, температура контакта не должна превышать 27 градусов. Там 40? Да. Ну, 40 это где? На выходе или на контакте? Получается, там важный нюанс, понимаете? Мы говорим про выход. То есть до 60, получается, это когда прямые солнечные лучи светят. Ну, изнутри, мы просто проговариваем, это заложено в гарантии. То есть получается, на выходе 40 градусов температура на поверхности пола не должна превышать 27. А какая прочность замка на разрыв? По плитке пока таких замеров нет. В ламинате это, по-моему, полторы тонны на разрыв. Здесь используется такой же замок, он, в принципе, адаптирован от ламината. Здесь он называется у нас в ламинате Pertific Fold, здесь Pertific Fold V. То есть принцип такой же. По длинной стороне вы заводите, по короткой стороне он кликается так же. То есть не нужно ничего подбивать. То есть по длинной стороне завели, и по короткой просто приезжаем. Толщина 4,5. Защитный слой 0,5. По классификации по одной, ну, 33 класс, по другой это 42 класс. Но производители виниловой плитки в основном используют, да, где больше вот этот показатель, это EN691, если не изменяет память сертификант. Там 42 класс. Продукт стопроцентно европейский. То есть если говорить о производстве, то есть заводов всего два таких в Европе, как наши. У нас полный цикл. То есть мы не зависим от поставок никакого сырья извне. То есть мы, как сказать, вертикально интегрированы, да, и на каждом этапе поступления сырья мы можем отслеживать качество. Это касается и ламината, так же и касается плитки. Поэтому продукт, ну, в принципе, как сказать, вот ребята, кто работает, уже он, ну, зарекомендовал себя. Мы даем пожизненную гаранту на 33 класс номинате, на 34, для бытового использования. 5 лет в 34 классе для коммерческого использования. По запросу гарантию можно увеличить до 10 лет. так же и в ПВХ-плитке. Раз она зазорная, не надо прижимать, то сами порогами не она... Да, у нас существует... Нет, надо или можно не прижимать? Она не поднимается. Вы имеете по короткой стороне нужно ли делать вот этот зазор, как ламинат? Не-не, именно надо ли прижимать? Нет, ну, я думаю, это вопрос эстетический, то есть хотите ли прижимать? Нет, рай поднимется или нет? Нет, не будет подниматься, потому что ламинат поднимается из-за влаги, то есть он дышит, да, плавающим способом. Нет, он поднимается, уже не прижатый, он раз... Нет, поднимается он из-за влаги, потому что подсыхает, допустим, раз... Влага-то, естественно, у нас всегда, от 40 до 60 квартир есть. Этот продукт, он абсолютно не подвержен влиянию влаги, он не поднимается никак, поэтому еще очень важный момент, вот если мы в ламинате советуем отступать, да, температурный шов везде должен быть минимум 0,5 сантиметра, то здесь его может и не быть. Но мы все равно говорим, потому как русский менталитет такой, да, что нужно все равно чуть-чуть пронять. Да, как бы запас, да. 0,2 миллиметра, но практически к стене. Температурных швов, когда длинные помещения, можно по короткой стороне вообще не делать, по длинной стороне порядка 30 метров, ну, там уже как бы предписание, но их тоже можно не делать, потому как, в принципе, он не дышит, особо не расширяется, не сужается. А если при желании в ванную комнату на стену, на холюбе, или что-то как-то, в ванную комнату возможно ли? А что-то не может? Возможно. Я говорю, этот продукт, он в принципе не боится влаги. То есть прямая вода на него брызжит, в ванную дышит ли? Ну, у нас опыта нет такого, но... Гранаж замковый, на стену надо закрепить. Опять он закрепил. Ну, поскольку, коллеги, это технический момент, как его на стену закрепить, мы продаем его, как напольное покрытие. То есть, если у вас фантазия, то есть, бурная, можно на стенах использовать, потому как тренд сейчас, вот и ламинат, и паркет, да, на стенах, это очень такая трендовая штука. Ну, почему нет? Будет опыт, поделитесь. Потому что мы заявляем, что клею неплохо держат. Ну, с чего не будет? Ну, там только клей, вот в благостойке нужно использовать. Да, мне уже кричат вот так вот тоже, потому как неохота, понимаете, тоже не вас задерживать. Лучше... Да, да, да. Подложка берется специальная, она выпускается под брендом Unilin, потому как идет для двух брендов. Идет для перга, и идет для квикстепа. Если были у квикстепа в Мариотте, они делали презентацию по левину, у них 32 класс, износ стойки слой чуть поменьше. Но, тем не менее, продукт тяжелый, подложка используется специальная, более плотная. Идет полтора миллиметра толщина. Стоимость ее дороже, чем ламинат, потому как продукт более плотный, более дорогой. Специальная подложка, в принципе, у ребят в магазине она продается, можете отдельно расспросить про нее. Ну, либо как бы за рамками уже выступления, потому как, ну, уже... Нужно уходить. Все уходи. Коллеги, спасибо большое. Я также хочу выделить одного человека, который работает у нас... Да, это шпарганкой не буду пользоваться. Работает с ламинатом перга. Очень интересные фотографии, которые есть в группе у Полбери. Мы их заимствуем, мы показываем. Это Анчугова Ольга. Прошу сюда. Большое спасибо. Сотрудничество вам. Да. Держите это вам, в преддверии Нового года. Ну и всем спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ